Слава Богу! Да, дорогие друзья, получайте первый батюшку у вас в гостях, да? Здесь собрание. Это очень ответственно. Слава Богу! Это хорошо. И я хотел на самом деле благословить вас и рассказать то, что есть в моем сердце, поделиться свидетельством, как мы еще говорим, что Бог сделал в моей жизни. Если вот сестра как раз пела, да, и в конце сказала, что в молитве, что вот она поблагодарила Бога, что она жива, значит, и что она вот сейчас Бога проставляет, да? И я думаю, что многие здесь люди присутствующие, да, вообще каждый верующий человек вообще-то, если по-настоящему он верующий, у него есть что рассказать. В жизни каждого верующего человека Бог что-то сделал в жизни. Я не верю в то, что может человек вроде как бы прийти к Богу, к вере, да, стать верующим, христианином по-настоящему, и у него в жизни ничегошеньки не произошло. Такого не бывает. Значит, либо он не к тому Богу пришел, может быть, не знаю. Вообще, если к живому Богу пришел человек, если на самом деле Бога, он или жил в своей жизни, живого, настоящего, истинного Бога, если Иисуса Христа, Спасителя своего, Господа своего, Он принял в свое сердце свою жизнь, в свою судьбу, да, впустил, то тогда обязательно чудеса Божьи совершаются в жизни. Обязательно. Это, знаете ли, по-другому не может быть. И я расскажу то, что Бог совершил в моей жизни, в моей судьбе. И я хочу вместе с вами тоже исповедовать Бога, вместе помолиться, вместе Бога тоже поблагодарить. И давайте скажем символ веры, исповедание веры. Давайте скажем так. Я верую, верую, во единого Бога Отца, всемогущего, дворца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца Рожденного, прежде всякого времени, как свет происходит от света, Бога истинного от Бога истинного, Рожденного, а не сотворенного, Единосущного Отцу, Через Которого все сотворено, Нас ради людей И ради нашего спасения Сошедшего с небес И воплотившегося От Духа Святого И Девы Марии И ставшего человеком Распятого за нас Припольте и Пилате И страдавшего И погребенного И воскресшего В третий день Как было предсказано в Писаниях И вознесшегося на небеса И сидящего на почетном месте у Отца Своего И вновь грядущего И вновь грядущего В ослабе своих Чтобы судить живых и мертвых И его царству нет и не будет конца И в Духа Святого Господа истинного Животворящего От Отца пришедшего Со Отцом и Сыном Мы Ему равно поклоняемся И прославляем Его И Он говорил нам через пророков Во единую Святую Соборную И апостольскую церковь Исповедуя на крещение Исповедуя на крещение В оставление грехов Восставление грехов Ожидаю воскресения мертвых И жизни будущего века Аминь Аплодисменты Отцу Слава Иисусу Христу. Слава нашему Господу, Богу и Спасителю. Да, дорогие друзья, я в общем-то в Сибири не частый гость, редко бываю здесь, но передам привет вам и от моей семьи, от моей супруги и от наших с ней шестерых детишек. Слава Богу. И от церкви, привет передаю, моя церковь далеко и мои прихожане, братья, сестры, они сейчас далеко, в Киеве, в общем-то, здесь зима уже, настоящая зима, снега, там еще дождь, там еще осень, будем так говорить, здесь уже зима настоящая. Но где бы мы ни были, в теплых широтах, да, или вот здесь вот, где холодно сейчас, но где бы мы ни были, самое главное, что мы должны с верой в Господа Иисуса Христа быть, жить, побеждать на этой земле, слава Богу. И я последних 7 лет, я больше, хотя моя церковь в Киеве, но я больше нахожусь в России, не здесь, за Уралом, а вот там, в западной части, западноевропейской части России. Преподаю в библейских школах, институтах, семинариях, и вот иногда бываю здесь, в Сибири, и в Новосибирске бывал уже, правда уже давненько, но бывал я здесь тоже. А вообще-то в этот раз я, значит, приехал по приглашению Кемеровской библейской школы, в Кемерово. И вот познакомился с пастором Сергеем, который рассказал тоже и о вас, и что есть такие центры реабилитации, церкви такие вот, слава Богу, и есть возможность посетить, задержаться еще на недельку. Думаю, ну хорошо, думаю, время-то как раз такое, что можно, вот в это время можно, если бы чуть позже, то уже нельзя было бы. Знаете, а вот сейчас еще можно как раз, время есть, я думаю, почему бы и нет. И вот, слава Богу. И у меня возможность есть такая, поделиться Словом Божьим, поделиться свидетельством, помолиться за вас. Да и сам, я не просто послужить приезжаю, я еще и чему-то учусь в этих поездках, знаете ли, потому что я слышу рассказы, свидетельства людей. Вчера, допустим, вот там в Кемерово было три служения, я проповедовал на трех собраниях. И, знаете ли, в каждом из этих собраний, в богослужении этих, были чудеса. Люди выходили на покаяние, знаете ли, так хорошо. Люди выходили на крещение Духом Святым. То есть, люди хотели не просто, да, они пришли на богослужение, они хотели на самом деле покаяться, примириться с Богом, исполниться Божьим Духом, слава Иисусу Христу. И, дорогие друзья, конечно, я православный священнослужитель, это уже видно, как бы, да, по рясе, но я не обычный такой православный священник. Я реформатор, я выступаю за реформацию. Почему я вот и в России, и в Украине, в Белоруссии, в Молдове иногда, в Грузии, вот, ну, в странах бывшего безбожного Советского Союза. Знаете, вот, я проповедую в разных странах уже и этих. И я везде, где раньше атеизм проповедовался, пропагандировался, раньше, когда был Советский Союз, то говорилось, что Бога нет вообще. А тогда вообще верующих презирали, о них ноги вытирали в тюрьмы и прочее бросали в психушки. И считали, что вера в Бога это удел безграмотных старух и вообще отмирающее нечто. Антисоветский элемент, который просто еще, как бы, находится в обществе, но, как бы, время, как бы, оно, как бы, убьет это явление. Потому что, значит, как бы, считалось, что это уже пережиток прошлого. Мне тоже казалось раньше странным, как можно верить в Бог вообще, как можно жить, ну, и быть верующим. Я был подростком, но мне казалось очень смешным, как бы, я вырос в семье неверующих. И, к сожалению, моя мама, папа, они были атеистами, убежденными атеистами. Сейчас они, слава Богу, они живы у меня, и мама, и папа живы. И, слава Богу, что они уже не атеисты, что они уже сделали шаг навстречу Богу. Даже не один шаг. Мама уже, там, Библию читает. Они оба, и мама, и папа, пришли в храм, в церковь православную и покрестились. Они не были кричены ни в какой церкви абсолютно. И мы тоже с братом росли, не кричуя ни в какой церкви. И наши бабушки, дедушки были атеистами, к сожалению. Именно убежденными были атеистами. Бабушка вот только недавно умерла, почти сто лет прожила. И, знаете ли, она говорила раньше так всегда, что в России только два было нормального человека. Это Ленин и Сталин. И, как бы, вот, это были ее кумиры, как бы, ее идеалы. И она считала себя, ну, всю жизнь такой атеисткой именно. И, слава Богу, что, знаете ли, Бог совершил чудо, что бабушка, она перед смертью, она обращалась к Богу. Перед самой смертью я был свидетелем этого покаяния. Потому что я приезжал, я вообще родом с Чебоксар. Родился в Чебоксарах, с Легии Поволжье. Украина моя вторая родина уже, духовная родина, где я как священнослужитель состоялся. А так я родился в Поволжье. И в Чебоксарах, знаете ли, когда я приезжал к бабушке, она, ну, это где-то, может, за год, за полтора года до смерти, она молилась покаяния, молитва покаяния, обращалась к Богу. Это чудо. Я знал бабушку, и для меня это было большим чудом. Я знаю, что написано в Божьем слове, что спасешься, ты сам и спасешься, дом твой. Аминь, аминь. Если мы приходим к Богу, если Господь находит нас, то и мы молимся за наши семьи, наших жен у кого-то, у кого-то мужей, у кого-то бабушек, дедушек, родителей, у кого-то детей, внуков, мы не знаем. Ну, то есть, дяди, тети, там, ну, вся родня, за кого мы молимся вообще, люди дорогие нам, люди, которых мы так переживаем, то Бог по нашим этим молитвам, знаете ли, Он совершает чудеса. Я говорил не раз как-то Богу уже, что, говорю, Господь, не дай умереть вот моим вот родственникам, пока они не покаются, пока они не примирятся с Богом. И, знаете ли, слава Богу, Бог стал совершать такие чудеса, что, и вот бабушка, она не умерла, пока вот именно не покаялась, не примирилась с Богом. Вот, и, ну, а у меня знакомство с Богом такое. Мое первое обращение, молитвы покаяния была в раннем возрасте, и это было вот уже 30 лет назад, чуть больше даже, когда я пережил тогда смерть от пневмонии, двустороннее воспаление легких было, и оба легких оттекли, и врачи не смогли ничего сделать, но Бог это во благо обратил, знаете ли, Бог это обратил на пользу. Потому что, если бы не этот случай, я не знаю, кем дальше рос бы я, но я однозначно рос бы без Бога, то есть, как бы, и жил бы без Бога. Может быть, Бог нашел бы как-то еще меня, я не знаю, но возможно, что и нет. И я о Боге ничего не слышал, но вот 30 лет назад, чуть больше уже даже, это чудо в моей жизни произошло. Знаете ли, чудо покаяния. Я видел Бога, знаете ли, я ничего о Нем не слышал раньше вообще, я не знал, что Он есть, но когда пережил смерть этого, и потом я воскрес, как видите, живой до сих пор, слава Богу, и Господь совершил чудо в моей жизни, много чудес, но много чудесного было, но есть чудеса, которые помнишь всю жизнь. Знаете ли, есть чудеса, которые хочется вспоминать, ну, постоянно. И вот в моей жизни это было первое покаяние перед Богом. Наверное, каждый христианин, многие верующие, да, помнят особенно вот именно свое первое обращение к Богу, как они обратились. У меня оно было в такой экстремальной ситуации, ну как, ну смерть, куда уж экстремальней, слава Богу. Ну, и вот Бог совершил чудо тогда в моей жизни, во-первых, Он простил меня, ну, я, конечно, каялся за греха, потому что между Богом, таким хорошим, любящим, любящим взгляд такой был, очень сильно любящий, мне нечего было сравнить. Даже сейчас. Я скажу, что вот у меня, я сказал, жена шестеро детей, да, служение свое, я являюсь священнослужителем. Но, понимаете ли, мне вот сейчас уже, как взрослому человеку, очень трудно даже сравнить с чем, ни с чем не сравнишь. Вот то, что я видел тогда, подростком, знаете ли, и то, что вот до сих пор, ни с чем сравнить, вот то, что я видел там, очень сильная любовь. Я об этом рассказывал одно время часто, и вот сейчас тоже хочу рассказать. И Бог совершил чудо, знаете ли, вот то, что было между мной и Богом, как бы невидимый телевизор, можно так сказать. И мне казалось, я самый плохой, мне казалось, хуже мне никого не было вообще на земле. Потому что то, что я видел, знаете ли, Бог, Он настолько хороший, а я настолько казался плохим себе, что я думал, наверное, хуже никого не было вообще никогда на земле. Почему-то так мне казалось. И потом, хотя бы по-человечески, думаю, что там плохого там сделал-то я. Но сама жизнь, то, что я жил без Бога, это было настолько плохо, что я не видел ада. Некоторые люди умирали, видели ад, рассказывали страшные вещи. В Киеве, допустим, у нас, ну, есть один священник там как раз, отец Геннадий. Хороший очень священник, у него жена, она снималась уже несколько раз в программах таких христиан, на христианском телевидении. И не только на христианском телевидении. Ее приглашали, чтобы она рассказывала о своем, как бы, ну, переживании. Она умирала, два раза умирала. На операционном столе у нее, значит, аппендицитом, и он лопнул там. И оба раза у нее, а второй раз уже, так получилось, как бы, последствия этого. То есть, первый раз, она ожила, и, значит, ее там почистили, значит, но она потом стала снова, ну, без Бога жить, грешить. И второй раз пережила смерть, по сути, уже смерть уже тоже летела, как бы, там, к вратам ада, она это так описала. Просто лечу, и, как бы, такая труба такая, и, говорит, и просто понимаешь, я сейчас пересеку вот это ужасное, как бы, ворота такие, да, то я уже не вернусь уже, все, и понимаю, что там, реально понимаю, что там крик, что там, значит, там, боль, что там безосходность вообще. И, говорит, я пока лечу, и никак, ни за что не зацепишься абсолютно, все, летишь просто. И она просто стала вопить Богу, и говорит, Бог, спаси меня, пожалуйста. Ну, что такое, кричала просто, кричала, Господи, помилуй меня. И Бог помиловал ее, она второй раз вернулась, и врачи не верили, но она вернулась, ее уже туда, в морг уже повезли, значит, она вернулась, ожила. И вот два раза пережила смерть, но второго раза ей уже хватило на всю жизнь уже. Она уже поняла, что шутки не в сторону, и, значит, покаялась уже очень, так, знаете, так, очень радикально вообще жизнь свою изменила. Вот, и вот, потому что после первой смерти она, знаете ли, ну, некоторые месяцы страх Божий был такой, она, значит, знаете ли, ну, не грешила, как бы, еще какой-то страх был у нее. А потом, ну, прошли месяцы какие-то, знаете ли, солнце светит, как бы, травка зеленеет, все вроде хорошо, подруги, друзья, все вроде нормально, нормализовалась жизнь, как бы, по накатанной снова поехала, снова работа у нее, там, такая, ну, связана с грехом была, все это, значит, и, ну, и, как бы, не забыл и совсем, но это стало забываться. И она стала, ну, не так грешить, конечно, стала воздерживаться от некоторых вещей, но все равно это уже была жизнь по наклонной. И, знаете ли, и когда авторосу уже пережила, она уже все, она уже зареглась уже, пожалуйста, что все, никогда, то есть все, хватило на всю жизнь ей. Она видела страшную вещь, хотя, казалось бы, не сам ад, но преддверие ада, и это было на всю ее жизнь. Я не видел таких страшных вещей, которых видели некоторые люди, вот, то, что рассказал выше, но я видел хорошее, но я скажу, что между мной и Богом была моя жизнь, и, слава Богу, что Бог стер, как бы, невидимой рукой все это стер. А потом, знаете ли, потом что произошло? Я воскрес, то есть я стал оживать, снова смотреть этими глазами, не какими-то другими глазами, а этими физическими глазами стал смотреть. Это я что, сразу понял, что я вот здесь уже. И когда умер, я даже не понял, что это умер я, потому что я был такой же, мне казалось, что я такой же абсолютно, поэтому, хотя перед тем я понимал, что умираю, но когда умер, я не понял, что я умер. Потому что вот настолько было все неожиданностью, это большой такой. Никто же мне не объяснял, что есть Бог, есть какая-то душа какая-то есть, я же не знал этого ничего абсолютно. И, ну, тем более, подросток, ну, что я соображал, значит, там, как бы, не зная Бога вообще никак. И произошло, что когда я стал заполнять самого себя, знаете ли, мое тело, оно, вот, как будто ты одевал, допустим, костюм из мяса, допустим, вот, что-то такое. Неприятно было, и больно. Больно, как будто эту руку перетянули жгутом, да, и кровь не поступала. А потом, и подержали тебя, да, так, а потом резко отпустили, рука будит, да, вот, кровь хлынула так. А вот нечто такое же было, только медленно, порциями такими, знаете ли, вот, порциями. И я заполнял самого себя, потом уже дошел до ног, и потом стал в ноги заходить, как бы, вот. И когда полностью ноги зашел уже, они у меня шевелились, все нормально, я был внутри себя самого. Вот, я из Библии знаю, что Павел написал Коринфянам, помните, в послании, что видимое, говорит, временно, а невидимое, вечно. И написал Павел, что вот это тело, это есть жилище, хижина, хижина. Что оказывается, как вот мы, вот, примеру, сейчас мы в этом доме, да, завтра раз вы вышли из этого дома, и все. Это просто камень, это просто дом. И в этом доме люди могут жить, а могут и не жить. Вот, я был в Чернобыльской зоне, я туда приезжал, проповедовал, проводил, значит, собрание, там тоже есть люди еще. Проповедовал. И знаете, что скажу? Что очень страшно, когда там, допустим, проезжаешь, поселочек, да, другой поселок, третий поселок, и никого жильцов. Пятиэтажки стоят, брошенные, все, вот, все мертвое. Там люди раньше жили, а теперь их нет, все, это просто камень. И вот то же самое написано, тело без духа мертво. Но, когда мы покидаем этот наш дом, то этот дом, он, ну, любой дом, оставь, да, год-два пройдет. И уже, даже если никто не будет, там, ни воры не завезут, там, ничего, все равно оно само собой будет ветшать, ломаться, будут сорняки, там, и вот пройдет, там, сколько, там, лет пятьдесят, и дом уже начнет, уже там, косится как-то, там, ветер, там, ну, непогода будет в свое дело, да. Постепенное разрушение будет, деградация. И вот то же самое с нашим домом. Когда мы в нем живем, да, даже если мы, допустим, стареем, все равно, даже если где-то скрипит, там, что-то хрустит, да, как бы, от времени, все равно, мы пока в нем, даже самое хрустящее и скрипящее тело, там, может, как бы, извините, ну, песок сыпется, да, вот. А все равно, человек, он еще поддерживает внутри, находясь, этот дом поддерживает. Когда, допустим, даже самый старый дом, значит, там живет человек, да, он все равно где-то там что-то подколотит, да, где-то что-то подмажет. Вот, все равно, как, видно, что там люди живут. Да, какие-то занавесочки там, значит, постирал. То есть, видно. И вот, скажу уж, человек даже самый старый и беспомощный, казалось бы, если в нем есть дух еще есть, да, душа есть, тело еще живое. Ну, в какой-то момент разлупает, мы все видели, да, покойник. Я по работе своей много одно время хоронил людей и видел, что вот тело. Еще вчера на моих руках умирали люди. Последние вздохи. Вот людей. Вот он сейчас еще, секундочку, еще живой, он еще что-то говорит, он раз вздыхает, и нет его. Все. Одно тело. Вот только что с ним разговаривал, и вот нет его. И, знаете, я смотрю, вот как бы тоже размышляю, на моих руках один ребеночек умер, допустим. Вообще, ну, крошечка. Ему там и годика не было еще. Вот, значит, и вот разные были ситуации в жизни, знаете ли, и страшные были ситуации, и друзья некоторые тоже умирали. Ну, так получал в жизни, бывало всякое. И, знаете ли, что, и вот он сейчас живой, и вот нет его уже. Все. И, видишь, понимаешь, это просто тело, это жилище. Дом оставлен, он ушел. А куда он ушел? Я знаю из Библии, что есть рай, а есть ад. Иисус Христос, рассказав про богача, про Лазаря, он не пошутил. Ну, как некоторые, может, там скажут. Нам раньше что говорили? Мол, попы придумали, чтобы обмануть людей специально. Там рай придумали, ад, чтобы пугать, значит, как бы так, простачков, как бы дурачков. Хотя, на самом-то деле, люди, даже в то время, когда говорили, что бога нет, все равно, некоторые, умирая, потом возвращаясь, рассказывали, что это и есть все. Ну, им просто не верили, затыкали рот, как бы, кого в психушку, кого там еще куда, заставляли замолчать. Некоторые молчали, просто не принято было говорить об этом. Я, допустим, оказался тоже такой, ну, простите, ну, как дурацкая ситуация. Вот, я не мог ни с кем поделиться, никому не мог рассказать то, что я видел. Я попытался, допустим, поговорить с мамой, сказать, ну, у меня было сразу желание поговорить с мамой. А когда я умирал, ее не было. А потом уже, когда вернулся, она как раз была у меня. Она рядом со мной была. И знаете ли, и... А я когда вернулся, да, кстати, я дышал хорошо, я не хрипел. Перед тем, я хрипел страшно, значит, свистел, значит, знаете, как игрушка, вот эта вот, со свистком. Значит, и когда стал, сюда меня на грудь давило уже, когда, я стал хрипеть сильно. Это что я последнее помню. А когда я вернулся, ну, представьте, оба легких оттепли у меня. Значит, а когда я вернулся, то я не хрипел и не свистел, то есть, нормально дышал. Представляете, какое чудо было. Это, ну, это... Врачи попытались потом объяснить, конечно, они маме потом сказали такую вещь, она... Мама мне потом пересказала, что, когда они с папой там к врачам зашли, врач сказал им, тот самый, что перед тем, говорю, что мы уже поздно, ничего не сможем уже сделать, уже опоздали. Если бы чуть раньше бы, то могли бы помочь, а уже вот поезд ушел. Поздновато спохватились. Просто другой был врач, который не определил воспаление легких. Так получилось, вот. А когда уже нормальный врач, ну, специалист грамотный посмотрел, да, это же воспаление. Двустороннее вообще воспаление. Притом, отекшие оба легких. То есть, ну, и поздновато. А когда врач поговорил с родителями, он, знаете, что я сказал им? Что, ну, видимо, такое бывает, но очень редко. Видимо, второе дыхание открылось. То есть, скрытый резерв организма, мама говорит, сказал он. Ну, это все ерунда вообще. Это никакой не резерв. Никаких резервов у меня не было абсолютно. Значит, никаких скрытых, ни открытых, никаких. Это никакой не резерв. Есть Бог, который просто это чудо совершил. И знаете, вот этот каток, который меня закатывала, как бы, вот эта смерть. Знаете, вот холодно-редяной каток такой, который стоял вот так вот и так вот не двигался. Он стал медленно отрегаться. Я знал одну вещь. Тогда я это, как бы, прочувствовал на своей шкуре. Что Бог есть, во-первых, а второе, что Бог сильнее смерти. Даже смерть подчиняется Ему, представляете? Даже смерть, она отступает, она слушается приказов Его. Вот так вот. Хотя это враг, хотя смерть это враг, но враг тоже подчиняется Богу. Слава Иисусу. Вообще, так есть, на предименем Иисуса Христа всякая колена склонится. Небесных, земных и преисподних. Одни по-хорошему, другие по-плохому. Но все склонятся перед Иисусом Христом. Вот, нормальные божьи ангелы и верующие люди склонятся по доброй воле своей, из любви. А неверующие люди и демоны просто через них хочу все равно склонятся. Потому что Бог, Он выше всех. И кто не любит Господа Иисуса Христа, тут еще находится под Анафимом в Библии написано. Еще находится под проклятием в Царстве Тьмы. И выход один лишь из Царства Тьмы. Просто полюбить Иисуса Христа. А просто на самом деле жить этой любовью. Эта любовь она спасает. Вытягивает из Царства Тьмы в Царство Света переводит нас. Слава Богу. Это очень важно. И знаете, вот я Бога благодарю за разные чудеса в моей жизни. Их было много. Все так не перечесть даже сразу. Но большие такие даже чудеса скажу. Но вот это самое, наверное, такое потрясающее для меня чудо до сих пор. Что Бог взял меня тогда, подростка, неверующего. И, знаете ли, используя вот эту трагедию такую, смерть. Он показал, что Он кто Он вообще. Что Он есть. И что Он любит. И что Он прощает. Слава Иисусу Христу. И знаете, друзья. Так вот, я с мамой пытался поговорить. Я говорил, говорю, мама, говорю. Вот если, говорю, ты, говорю, умрешь. Тебя не будет вообще, говорю, или ты будешь? А если ты будешь, как ты думаешь, там что-то увидишь или ничего не увидишь? Я так вот как-то так, ну, издалека начинал разговор. Ну, я понял по всему, что мама, она не думала об этом. Она трогала меня. Думала, у меня может быть рационация какая-то. Может там, знай тебе, что-то плохо со мной. А со мной было все хорошо. Все было хорошо. Это было плохо уже, я понял, с моей мамой и с папой и с родственниками. Они были все неверующими. И даже бабушка с дедушкой. Они были атеистами. Ну, они так были воспитаны и так себя держали атеистами. А потом, знаете, что было? Я пытался говорить со сверстниками, пытался разговаривать. Ну, в общем-то, были те, кто слушали. Но я очень мало тогда говорил. В училище, допустим, учился, как раз потом художественном. Я художник по специальности, до церковной специальности. То, значит, до 88-го года я был художником. И художник-оформитель. И, знаете ли, вот это находилось для себя душу какую-то. То есть, я пытался через картины, через что я изображаю, говорить о Боге, как бы пытался говорить. О том, что Бог есть. И что не вот этот физический мир, это самое основное, а есть другой мир, который еще более реальный. Ну, в 88-м году я пошел уже в церковь работать, уже хором руководил, помогал священнику, учился тогда в Загорске. И в 91-м году сам стал священником уже в Рязани. Это было как певчий, я трудился в Орловской и в Московской областях. А уже как священник в Рязанской и в Брянской областях. В традиционной русской православной церкви, в Московской приорхата. То есть, сейчас я являюсь священнослужителем украинской реформаторской православной церкви. То есть, в православной церкви, где мы тоже молимся о крещении Духом Святым. То есть, я молюсь о церках на имях. И, значит, где мы молимся не умершим святым, допустим, да, не Богородице, не другим умершим святым, а молимся только лишь Богу. Я вам, как бы, вкратце скажу, что это у меня такое произошло переживание. И у наших священников тоже подобное было нечто. У меня было это через чтение Божьего Слова, через Библию. Написано у Иоанна следующее, что, значит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. 8.32, 8 глава, 32 стих. Написано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. И вот через познание истины, да, вот 8 глава, 32 стих, говорится, приходит свобода. И, знаете ли, было время, когда я молился разным святым, было время, когда я... Раньше, до 96-го года так было. Кстати, вы, брат, я попросил фотографировать. Значит, я очень хочу, я у себя, когда в церкви снова буду, в Киеве, то я обязательно показываю некоторые моменты, ну, фотографию 100% показываю, где я бывал. Тем более, людям интересно посмотреть, что в Сибири побывал в очередной раз, значит, слава Богу. И поэтому, когда наши там посмотрят фотографии, я буду показывать их, я буду тоже говорить об этой поездке моей. И будем молиться за вас, тоже благословлять вас, и чтобы Господь вас дальше укреплял, слава Богу. И чтобы... У нас, правда, пока нет своего репцентра, но один из наших священников, нашей епархии киевской, он, значит, ведет... Отец Дмитрий, он ведет служение, значит, такое. Вот, и там есть... БСП, по-моему, называется он, по-русски, как это? Ну, по-украински, «Будынок социального опеклывания». То есть, как бы, дом заботы, что ли, социальной поддержки. Да, поддержки, да, точно тоже. Извиняюсь. Значит, и вот их там, значит, как раз, значит, ведет служение. Очень такое, ну, серьезное служение, на самом деле. Чудеса, происходят знамения такие, вот, когда люди нуждаются. Вообще, когда люди очень сильно нуждаются, то они выпьют к Богу. Даже если, там, отрицал Бога, неважно, он все равно к Богу обращается. И поэтому больше чудес происходит там, где, ну, проблема, где беда у людей. И не то, чтобы Бог не нужен всем остальным, Бог нужен всем. Просто мы о Боге забываем, наверное, наверное, поэтому. Охладеваем как-то к Нему, как-то равнодушно к Нему относимся. Поэтому, вот, как бы, живем как сами по себе, как будто Бога нету. А когда, как говорится, жареный петух клюнет, тогда, как бы, уже обращаемся. Ну, вот, в моей жизни было вот так вот, я вот умирал. И если бы не это происшествие, я, может быть, до сих пор бы жил бы и не знал бы, что Бог существует на белом свете. И также, может, смотрел бы на верующих, а, какие-то, может, там, вообще непонятные люди. Когда в 88-м году я пошел в храм работать, и я родителям с вами объявил, что так и так, что я пойду в семинарию, буду священником. Уже решил документы туда ввести. Это было как раз самое начало, ранней весны 88-го года. Моя мама, папа, они были в шоке. Родители говорили, знаете ли, что, когда и кричали на меня, там, и мама говорила так, что лучше ты был бы пьяница или тюремщик, но только неверующий. Что, значит, что, ну, в нашей семье это считалось вообще, ну, как бы, что-то страшное, что если кто-то, вот, там, верующий. Вот, и что сын их верующий, но они знали, что я там, на этом Библию считаю, там, папа меня там видел, значит, там, и разговоры были разные, значит, они видели, что и сюжеты у меня такие религиозные часто в картинах. И мне даже там по живописи диплом балл сняли один, именно за религиозную тематику. То есть, как бы, было такое, просто там, виды храмов, там, значит, и копии, я делал еще икон. У меня диплом был по живописи, значит, технологии левкасной живописи, это очень редко кто-то уберется за это. А чаще всего левкасом раньше иконы делали, как раз, и я делал копии этих икон, и вот мне балл сняли за религиозную тематику. Хотя, значит, почти все работы мои забрали, в художественный фонд забрали. То есть, как бы, они хорошие, но за религиозную тематику такие балл сняли. Вот, и родители мои видели, что я все время как-то в религии, все время как-то к церкви, там, и хожу в храм иногда, ну, они запрещались, но я все равно ходил в храм, так вот. И, знаете ли, а когда стал тем более работать в храме, так уж тем более, конечно, было, для родителей было большим испытанием. Но прошло время, лет 10 прошло, и уже где-то, как раз, да, 97-8-9 год уже, моя мама говорила, что слава Богу, что ты тогда не послушался вообще. Потому что она говорила, что лучше или мы, говорит, или твой Бог, или мы, или это твоя церковь. Так, я, значит, скажу, что, ну, вы-то не спешите, в основном, да? Или кто-то спешит. Значит, потому что не все реабилитанты есть те, кто приезжают, да? Знаете ли, что скажу, что как в моей жизни перемена произошла, что я стал реформатором? Потому что, читая Божье Слово, именно перечитывая Библию, я просто увидел, что Бог не хочет, чтобы мы молились кому-то еще помимо Него. Знаете ли, я раньше молился многим святым. И своему небесному тезке, и Сергею Артемическому, и Сергею Артемическому, и Сергею Артемическому, и Сергею Артемическому, и многим молился. Но особенно Богородице молился. А потом, чувствую, моя жизнь, она, ну, как бы, ну, продвигается, но не так и хотелось бы. Знаете ли, Бог где-то в стороне оказывается. И я понял, почему. Потому что я-то обращаюсь к разным источникам, но, а вот самого Бога, как бы, обхожу мимо, получается. Я упоминал имя Иисуса, конечно же, и молился тоже, и есть Акафист Иисусу, значит, есть там в православном церкви, даже каноник об обращении к Иисусу. Но это было так мало, по сравнению с тем, что я все остальное совершал, молился. И вот с 96-го года, когда я покаялся в этом, я зарекся больше не молиться никому, только Господу. И вот с того времени молюсь только лишь Господу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Потому что, вот, еще местописание такое вам дарю. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 5 стих. Первое к Тимофею, послание, 2 глава, 5 стих. Написано, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус. Первое Тимофею, послание апостола Павла. Можете даже, как подчеркнуть, я у себя в Библии, в своей домашней, я часто подчеркиваю это, значит, и так, чтобы потом это все находить. И первое Тимофею, 2 глава, 5 стих. А перед тем, обратите внимание, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть, Бог хочет спасения всем людям на этой земле. И чтобы всех спасти, Он придумал план спасения. И вот в 5 стихе написано, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. А дальше написано в 6 стихе, предавший себя для искупления всех. То есть, Иисус Христос, Он есть, как Асам о себе говорил, единственное неповторимый этот путь, да, путь истинной жизни. Он есть тот, кто на самом деле, есть первосвященник, как наше написано, ходатай Нового Завета. Вот кто есть Иисус Христос. И поэтому законно, библейски и правильно, духовно молиться во имя Иисуса Христа. Молиться во имя Христа. Почему? Потому что сам Иисус Христос, един Бог, един посредник между всеми нами людьми. Вот здесь собравшимися, всеми жителями Новосибирска, всеми жителями нашей планеты вообще, по большому счету. Независимо от того, какая святая кожа, какая национальность, невзирая на все это. Между всеми людьми и святым Богом есть ходатай, есть посредник, есть первосвященник, есть путь истинной жизни. Это сам Иисус Христос. И написано, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Апостолы Иисуса Христа очень это хорошо понимали. И они сказали в деяниях как-то следующее, что ни в ком оно мне спасение. Ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. И знаете ли, сегодня уже в 21-й столетии прошло 2000 лет уже истории христианства. И по-прежнему, и мы не знаем, сколько впереди там будет. Мы не знаем, может закончиться в следующем году, кто знает. Все что-то накаркают, на 12-й год там пророчествуют и прочее. Майя там и все ежи с ними. Значит, ну как бы то ни было, может завтра, может, мы же не знаем вообще. Сидим как на вулкане здесь, на этой планете. Вот, значит, не берут там или что-то еще там прилетает, значит, и все, и конец, спеши пропало. Но кто-то богатый там, значит, там люди уже давно, уже лет 20-30, сколько там, закапываются так глубоко в землю, как черви. Что их не достать уже там уже. Ну говорю, господа, ну копайте там, до самого ада прокопайте себе. Нам-то что? Мы лично на небеса устремляемся. Вы там вглубь углубляйтесь, вы до самого преисподня. Значит, она нужна на небеса. И мы знаем, еще 2000 лет назад это знали наши предки, что, читая Библию, да, послание Петра, что земля и дела на ней сгорят. И написано, будет погибель нечестивого человека. А знаете, в 18-м веке был такой критик, такой злослов был такой, Вольтер, который очень много писал против Бога, против Библии, и он сменялся над верой. Он ложно пророчествовал, он говорил, что через 100 лет после смерти Библия будет забыта вообще. А знаете, что получилось? Ровно через, прям вот пальцем в небо, ровно через 100 лет, в том самом доме, где он в последние годы доживал свои, где он писал свое ложно пророчество, что через 100 лет, мол, забудет Библию, именно в этом здании библейское общество Франции начало отпечатать Библию. И знаете, не на зло Вольтеру, просто так получилось. Знаете, пальцем в небо. Просто христиане хотели купить для библейского общества, и для типографии, и для офиса здание. Но то в цене не сходились, то было далековато от центра, то есть им нужно было здание. И они искали, и не могли, нашли одно здание, старое здание уже, ну такое ветхое, но по цене сошлись. И, значит, заехали, и все. А один из христиан, он, значит, пастор, он стал интересоваться историей этого здания, но как бы, ну видно было, что уже, значит, много победало на своем веку. И он решил поинтересоваться, и узнал с удивлением, что именно в этом здании последние годы провел Вольтер. Представляете? И он говорил, Вольтер, что Библию забудут, но Библию стали отпечатать именно в этом доме. И вот этот безбожник, он, знаете ли что, он писал примерно так тоже в своих этих сочинениях, что по поводу Кетра, апостола, который говорил, что земля от дела на ней сгорят, и будет погибель нечестивых человеков. Он смеялся над этим, и писал так, что где Бог возьмет столько огня, чтобы сжечь всю землю, небо. В 18 веке это было научно, казалось научным. Через 100 лет, в 19 веке, уже любой просвещенный человек знал, что под землей полно огня вообще. Что наша земля вообще, которая еще в 18 веке казалась такой большой и, знаете ли, такой непоколебимой, ну где-то там вулкан, но это ерунда, думали, это не влияет на все. В 19 веке уже научно было доказано, что наша земля это как пеночка застывающая на молочке, а все остальное огонь. Вся наша планета. Поэтому Богу не надо даже далеко ходить, чтобы достать много огня. Под нами море огня просто-напросто. А земная кора это как пеночка. Подстыло на молочке, вот тебе вся земная кора. Она кажется стабильной, знаете ли, но на самом-то деле ткни ее, там все огонь. А потом прошло еще 100 лет, уже в 20 веке, над господином Вольтером уже смеялись. Любой школьник уже знал, что даже не нужно беспокоить всемогущего Бога по поводу Огненного Армагеддона. Сами придумали столько оружия и такие виды оружия, ядерные, нейтроны, всякие прочие, что могли сами уже устроить несколько раз Армагеддон. Когда вот эту Кустину маль взорвали, там на севере, как называется она, при Хрущеве, самую крупную бомбу в истории человечества вообще взорвали. Когда ось даже накренилась, там во всем миру паника, шок. Ударная волна три раза прошла по всей планете. Исчезли острова. И земная ось впервые в истории наблюдения, она сдвинулась слегка. И притом сделали половину меньше, чем, почти половину меньше, чем Хрущев просил. Если бы сделали, как Хрущев просил, то он бы вообще сдвинулся их. И могло быть уже вообще, и ни гору бы не долетел на нас бы вообще. Еще раньше началось бы все боже. И знаете ли, безумица, который там стучал перед всем миром, знаете ли, вызов бросил всей планете, безбожник, который сказал, что Бога нет, и последний попа покажу, и прочий, последний храм закрою, и все. Но безбожники приходят и уходят, а Бог пока не исполнит всего Слова, ничегошеньки не сдвинется. Ничегошеньки там не исчезнет. Даже йода написано, волос на голове, и те сочтены его. Бог это все знает. Слава Иисусу Христу. Друзья, и знаете ли, скажу, что Бог великий, Он сейчас здесь с нами. Дальше, если не говорить о каких-то больших глобальных вещах, слава Богу, что мы собрались здесь, слава Богу, что в жизни многих из нас чудеса Божьи происходили и происходят, и будут происходить. Слава Богу, что потому что эта жизнь, она у всех разная, и очень непохожая, мы и сами к себе люди разные. Слава Богу, что наша мама, папа нас родили, слава Богу, что не абортировали, слава Богу, что там что-то еще не случилось. Мы дожили до сегодняшнего вечера, знаете ли, выросли, дожили, возмужали, но слава Богу, не только за это, а еще самое слава Богу, знаете за что? Что Он не только от наших мам и пап нас родил, а что еще от Себя рождает. Которые рождаются от Него, не просто от хотения мужа или жены, а от Него, от Бога родились. Потому что, кого Он рожает, Он не бросает. Он не такой, чтобы нарожать и бросить, побросать. Он заботится о тех, кого Он родил. Он называет их детьми своими, сыновьями, дочерями своими. И заботится. И у Него, Он обо всех заботится. И о животных, и обо всех заботится. Но о тех, кого Он родил, Он особо заботится. Вот, допустим, даже если там, к примеру, у меня четверо школьников, допустим, из моих шестерых детей четверо учатся в школе еще. Так вот, и если я прихожу в школу, то, значит, смотрю, они, значит, в школе. Там много пацанов, много девчат бегает во дворе, да? Но они все хорошие, дети, я люблю детей. Но, знаете ли, когда свое детье подбегает, по-другому реагирую. Потому что знаю, это мое. Да, это мой. И знаете ли, и так любой человек, если ты любишь детей, и там, видишь, ребеночка, конфетку дал ему, там, угостил, да? Хорошо. Но когда свой, да, ребенок, ты по-другому реагируешь. Вот так же и Бог, я убеждаю, у Него все, и у все Его дети на этой земле. Бог всех создал от одной крови, написано, для обитания по всему лицу земли. Но, кого Он рожает, именно от своего нетленного слова, семени своего, Слова Божьего, от Духа, от воды и Духа, свыше рождает, еще написано, то Он заботится. И пусть Бог позаботится о каждом из нас, и пусть Бог благоставит нас. И я помолюсь каждого из вас сейчас Божьим благоставением. Я хочу благоставить вас стихами из Библии, в Ветхом Завете, да, в Ветхом Завете, в четвертой книге Моисеева, в Числах. Там есть такие слова. Книга Числа. Книга, первые пять книг Библии, первые пять книг Моисеева, их называют еще Тора. И книга Числа, шестая глава, если вы откроете шестую главу книга Чисел, то в самой конце главы, там какие-то там двадцать, не помню, двадцать третий, два счетка, там двадцать пятый, последние стихи этой главы, шестой главы, там написано, да благоставит тебя Господь, и сохранит тебя. Вот это благоставение, я хочу спеть это благоставение на вас. Я люблю это петь благоставение, и я хочу спеть его не только на русском языке, еще и на оригинальном языке, на еврите, на еврейском языке. Почему? Потому что вообще эти стихи из Библии, Ветхий Завет, был записан на еврейском языке, еврейскими апостолами, пророками, будем так говорить. Их называли пророками в то время. Значит, и Моисей записал первых пять книг. Еврейский язык очень сложный язык для перевода сейчас. Некоторые слова этого благоставения, допустим, имеют на современном русском языке до семидесяти значений. То есть, вместо одного слова, можно сказать, 70 слов. К примеру, слово мир, шалом, оно переводится не просто как мир, как вот толстого, да, война и мир, допустим, да, как мир, как отсутствие войны. Нет, но и как мир, как мир с Богом, как благоставение, как материальное благоставение, как здоровье, как процветание, как ум, как, ну, очень много имеет значений это слово. Понимаете ли? Бог очень сильно хочет благоставить всех нас. И даже если мы люди разных национальностей, да, но, знаете ли, много всего по намешанности на этой земле, много разных народов, но у нас один праотец Адам и одна праматерь Ева. И больше скажу, что Бог хочет всех нас благоставить через Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа хочет благоставить, который есть свет к просвещению всех народов. Слава Иисусу! Давайте мы помолимся, давайте встанем, друзья, и помолимся, и я благоставлю вас этими стихами из Биги. И что бы у вас не было сейчас, вы в молитве просто доверяйте Богу. Кому исцеление, исцеление, кому нужна какая-то поддержка, помощь. Помощь. У Бога есть ответ на каждую молитву, и я в этом глубоко убежден. Кто-то может молиться за свою семью, я не знаю, за кого еще молитесь, но Бог, Он отвечающий Бог. Я много чудес в жизни разных видел, и в своей жизни, и в жизни братьев, сестер. И в этом благоставении хочу пожелать, чтобы сейчас Божьи чудеса свершились, и чтобы молитвы наши были услышаны на небе у Отца Небесного нашего. Бог Святой, благодарим Тебя, Господь. Благодарю Тебя за этот вечер, благодарю Тебя за это собрание. Благодарю Тебя, Господь, за всех собравшихся. Боже, в Твое святое присутствие пришедших, потому что Ты здесь, Ты сказал, Господь наш Иисус, что где двое или трое собранного имя Твое, там и Ты посреди. И Ты посреди нас, Господь, потому что мы собрались во имя Твое. Потому что во имя Твое и приехал сюда Господь в это собрание. Потому что во имя Твое собрались мы здесь. Потому что во имя Твое, Господь, сегодня мы и пели, и слушали Слово, и свидетельства. Бог Святой, Потому что во имя Твое мы молимся, Господь Иисус Христос, и благодарим Тебя, и благоставляем великое имя Твое. Слава Тебе, Господь! Я благодарю Тебя за кровь святую, святую Агнца кровь, которая искуплена от суетной жизни, предана нам от отцов. Благодарю Тебя, Господь, за милость Твою, за благодать Твою. Боже, за все чаюса, которые Ты совершил, Господь, в моей судьбе, Боже, в моей семье, Боже, в судьбах моих братьев, сестер, Господь, здесь собравшихся, Боже, но я знаю, что это далеко не все то, что Ты приготовил для нас, Господь, и у Тебя есть, что дать сегодня, сейчас нам. Благостави, Господь, кто молится о здоровье, благостави, исцеление сейчас, прикоснись, Боже, кто бы о чем не молился, Ты слышишь, Господь, и мы молим Тебя по Слову Твоему, Господь, Боже, и просим Твоего благоставения сейчас. Благостави, Господь, нас во имя Иисуса Христа, благостави. И в этом благоставении, Боже, которое я буду сейчас петь, я хочу благоставить всех собравшихся, всех братьев, сестер, Боже, и здесь, этот город, Новосибирск, и всех любящих Тебя, и Тебя боящихся, Господь верующих, разных деноминаций, православных, католиков, протестантов, разных верующих, баптистов, писятников, всех тех, кто имя Твое Святое, имя Иисуса Христа, почитает, и превозносит, и проставляет. Бог благоставил в этом благоставении, Господь, во имя Иисуса Христа, да будет тебе вся слава. Бог благоставляйте, Господь, во имя Иисуса Христа,acji и Я, Он касается верующих, Господь, и 6-й, Христа, не смے Сатьяны. И саданай, панав элейхам, вэйас эльхам, шалом, да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призовет на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Бешем Ишуа Гамашиах, Ишуа Машихейну, во имя Иисуса Христа, Мессии. Амин. Бог Авраама Исаака Якова, Отец наш, Ава, Отче, во имя Иисуса Христа, во имя Сына Твоего, нашего Спасителя, Агнца Твоего, пролившего свою кровь за нас. Благослови нас Господь, благослови нас собравшихся, благослови Господь этот город великий, Боже, благослови Новосибирск, благослови в этом городе всех любящих Тебя, Тебя боящихся, христиан, разных церквей, разные храмы, молитвы на дома посещающие, но Господь любящий Тебя, Бог святой, и пусть в этом городе будет как можно больше верующих Тебя, Господь, и Тебя любящих. Пусть, Господь, как можно меньше людей здесь, Господь, погибнут, но пусть как можно больше людей спасутся во имя Иисуса, избрав путь жизни. Я благодарю Тебя за моих братьев и сестер, которые избрали путь жизни. Боже, пусть, Господь, каждый из них, и каждый из них стоит на пути, в которой есть Ты Сам, Иисус Христос, и не сворачивай Тебя ни вправо, ни влево, но хотя бы прямым евангельским путем, Господь, чтобы каждый из нас пришел в Царство Твое, совершив свое спасение в этой земле, Господь, благословен Ты Бог наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аминь.